Вопросы технологии хлевобулочных изделий, векторы развития отрасли, проблемы соблюдения качества выпускаемой продукции. Эти и другие вопросы обсудили на практической конференции, прошедшей 28 сентября в Твери. Местом проведения стало одно из ведущих предприятий региона. 28 сентября производство «Зао Хлеб» в Твери посетили сотрудники столичного НИИ хлебопекарной промышленности. Делегацию возглавила директор института, кандидат технических наук Марина Костюченко. Специалисты ознакомились с продукцией и технологиями производства, обсудили вопросы хлебопекарной промышленности, изготовления хлебобулочных изделий, расширение ассортимента, оценки качества продукции. На «Зао Хлеб» сохранены традиционные технологии приготовления хлебобулочных изделий. Это длительные технологии, которые позволяют получить продукцию высокого качества. Как известно, «Зао Хлеб» является постоянным членом технического комитета ТК-003 «Хлебобулочные и макаронные изделия». Предприятие принимает участие в разработке и актуализации стандарта хлебопекарного производства. Мы сейчас отработку ведем, мы даем свое замечание, чтобы нам было удобно работать с данным материалом, с данным ГОСТом. Он идет на благо того, что он упрощает систему подхода к оценке качества. Генеральный директор «Зао Хлеб» Нина Болгова отметила, что научные сотрудники отраслевого института хлебопекарной промышленности помогают предприятию в том числе и в расширении ассортимента. Кроме того, развиваться хлебопеком в Верхней Волжи позволяет и поддержка региональных властей. Мы приняли решение по поддержке хлебопеков в знак благодарности за то, что они сдерживают цены на социальные продукты питания. И несмотря на то, что растет стоимость входящих ресурсов для производства хлеба, сегодня они молодцы, они удерживают стабильно цены. Поэтому наша задача их поддержать, чтобы они были конкурентоспособны на рынке. Напомним, решением губернатора Игоря Руденни в Тверской области расширена поддержка хлебопекарных предприятий в части компенсации затрат на реализацию произведенных хлебобулочных изделий. Кроме того, производством компенсируют затраты, связанные с приобретением сырья. Продолжение следует...